В прошлый раз мы с вами остановились на теореме непрерывности вероятности. Вот в таком виде мы ее сформулировали, и вы мне сказали, что вам знакома эта теорема, ее доказательства. Правильно понимаю? Вот, хорошо. Значит, из счетной аддитивности следует непрерывность по вероятности. Но на самом деле имеет место и обратное свойство. Пусть у вас есть счетная система множеств, ну, естественно, из сигмуалгебры. Естественно, как обычно, определено вероятное пространство, я про это не говорю. Вот, значит, аи, т, а, ж, т равно пустому множеству для любого и неравного ж. И про вероятностную меру вам известно, что она конечно аддитивна. То есть вероятность, буду так писать, сумма каких-нибудь житых, ж равно от единицы до n, равна сумме вероятностей. И еще про эту вероятностную меру известно, что она непрерывна вот в этом смысле. Тогда мера является и счетно-аддитивной. Такой результат вам известен? Значит, ну, давайте тогда его покажем. Это несложно. Значит, давайте введем вот такое множество, bn-ное. По определению это объединение окаток, k равно от n до бесконечности. Очевидно, что эти множества вложенные, таки стягивающиеся. И также практически очевидно, что их пересечение равно пустому множеству. Ну, пояснение. Предположим, какой-то элементарный исход. Значит, если есть какой-то элементарный исход, который принадлежит этим всем пересечениям, это значит, что он принадлежит любым bn-ным, например, b1-ому. Если некий элементарный исход принадлежит b1-ому, то существует единственный индекс k, такой, что омега принадлежит окатому, потому что все они несовместные. Но если этот омега принадлежит окатому, то эта омега не принадлежит bk плюс первому, bk плюс второму и так далее. Таким образом, так сказать, наше предположение о том, что в этом пересечении что-то есть, неверно. Вот. Ну и теперь давайте распишем вероятность множества b1, которая есть вероятность объединения окатых в счетном количестве. Представим это в виде суммы окатых сначала k от единицы до n минус 1. И плюс сумма окатых k равно n до бесконечности. На основании конечной аддитивности, которую мы предполагаем, получается сумма p окатых k равно от единицы до n минус 1. Плюс вероятность в наших обозначениях bn-го. Вероятность bn-го. Вот. Ну, переходим к пределу в обеих частях равенства. Вот эта штука стремится к нулю по условию. Это свойство непрерывности вероятности. Ну и получаем, что pb1 равно пределу p окатых k от единицы до n минус 1, я взял здесь, при n стремясь к бесконечности. Ну, собственно, такой предел мы обозначаем вот таким иероглифом. p окатых k от единицы до бесконечности. Вот. Итак, имеет место счетная аддитивность, если вероятность на мере, по крайней мере, конечная аддитивна, и выполнено условие непрерывности вероятности. Ну, что, какой вывод, как бы, существенный, который нам нужно там запомнить, да? Может, и не новый для вас. Из счетной аддитивности всегда следует конечная, из конечной аддитивности не всегда следует счетная. И то, чего не хватает конечной аддитивности до счетной, это как раз свойство непрерывности вероятности. Вот. Значит, с, так сказать, методологической, технической точки зрения, этот результат полезен тем, что, когда вам нужно доказать счетную аддитивность какой-то меры, обычно несложно или проще доказать конечную аддитивность, а потом доказать свойства непрерывности вероятности. И тем самым, так сказать, доказать свойства счетной аддитивности. Так, значит, это не все. Нам еще нужны будут другие формулировки этого же результата. Так сказать, переформулировки. Ничего нового по сути. Пусть у нас также... А, замечание. Свойства непрерывности вероятности – это универсальное свойство меры? Значит, правильный ответ – нет в общем случае. Потому что, если мера не нормирована, то тогда свойства непрерывности вероятности может не соблюдаться. Ну, например, давайте рассмотрим какую-нибудь меру, которая равна для не там интервала, да? И рассмотрим интервалы от n до бесконечности. Значит, ну, мера бесконечная, то есть неограничена у нас мера. Пересечение таких интервалов по n – пустое множество, но вероятность этого счетного пересечения равна бесконечности, потому что, ну, каждый из них равен бесконечности. Вот. Поэтому это не универсальное свойство меры. В отличие, например, от свойства, что p от пустого множества равно нулю. Это универсальное свойство меры. А вот свойство непрерывности, ну, вероятности в наших терминах или непрерывности меры, оно все-таки, по крайней мере, требует, чтобы вероятность b1 была ограничена. Ну, поскольку мы работаем с вероятностной мерой, у нас здесь все вероятности ограничены единицей. Поэтому для вероятностной меры это свойство выполнено. Вот. Теперь, значит, дальше. Давайте рассмотрим, опять же, систему вложенных множеств. Но только все bn имеют в предсечении некоторое множество b, не пустое, в общем случае. Тогда p bn стремится к чему? К вероятности b. Ну, как это достаточно так выглядит правдоподобно? Ну, давайте, так сказать, два слова скажем, откуда это берется. Давайте введем новую систему множеств cn, которая равна bn, не b. Ну, значит, эти множества тоже получаются стягивающимися. Ну, по-моему, почти очевидно. А пересечение всех cn равно пересечения bn, не bn на основании свойства дистрибутивности. b выносим, остается пересечение всем bn, остается не b на b, равно пустое множество. То есть, для новой системы множеств cn выполнено вот это свойство. Мы получили вложенную систему множеств пересечения равно нулю. Ну, и давайте напишем, значит, что нам известно. Что p cn с одной стороны стремится к нулю на основании вот этого результата. С другой стороны, это вероятность bn, не bn. Единица минус вероятность отрицания, сразу воспользуясь правилом Деморгана, b плюс не bn. Скажите, вот в пересечении этих множеств что-то может быть? Нет, потому что все, что принадлежит b, принадлежит и bn, а у нас здесь все, что не принадлежит bn. Поэтому это множество несовместные. Могу воспользоваться конечной аддитивностью и записать, что это равно на самом деле pbn минус pb. Возвращаемся вот сюда и видим, что вот это выполнено, вот это свойство. Вот эта формулировка нам будет полезна. И еще одна формулировка, которая иногда называют непрерывностью сверху. В общем, термины всякие есть, но мы не будем на этом зацикливаться. Это просто еще одна формулировка свойства непрерывности и вероятности. Пусть у нас теперь есть система расширяющихся множеств. И множество а мы вводим по правилу объединения всех аэнных в счетном количестве. Объединение всех аэнных в счетном количестве. Тогда p, а, n к чему стремится? К вероятности а. Ну, тоже, так сказать, чисто техническое доказательство. Введем новую систему множеств. bn равное отрицание аэнное. Тогда эта система множеств уже будет вложена стягивающейся, во-первых. А, во-вторых, пересечение всех bn это равно пересечения всех не аэнных отрицания. Это равно объединение всех аэнных отрицания. Правило Деморгана применил. И равно не а. Значит, по вот этой формулировке pbn с одной стороны равно, точнее говоря, стремиться к pb или вот так, к p пересечения всех bn-ных, которое на самом деле равно единице минус вероятность а. С одной стороны. С другой стороны pbn-ное, вот из этого свойства, есть единица минус pa-н-ное. Ну, вот это с этим сравниваем. И вот с этим. Вот, и получаем, что pa-н-ное стремится к p от а. Вот, как бы, три формулировки. Ну, точнее говоря, теорема и, ну, два переформулирования этой теоремы. Вот, речь идет об одном и том же свойстве. Это не новые свойства. Это не какая-то особая непрерывность сверху. Это та же самая непрерывность, если можно так ее назвать, снизу, только, как говорится, с другого ракурса. Вот, значит, это мы заканчиваем со свойством непрерывности вероятности. Давайте двинемся дальше. Так, сейчас мы с вами получим формулу, которая имеет знакомое вам название формула включения-исключений и является обобщением комбинаторной формулы включения-исключений. Значит, выглядит эта формула так. Ну, вероятностное пространство есть, не говорю об этом. Значит, конечное объединение неких множеств есть сумма k от единицы до n минус единица в степени k плюс 1 сумма p a и 1 и так далее a и k Ну, здесь произведение, то есть пересечение множеств. Сумма берется по всем упорядоченным наборам. Вот такая немножко страшная на вид. Но на самом деле, если вспомните комбинаторную формулу, то там тоже сначала суммы, потом минус пересечения, потом плюс тройки, минус четверки. Ну, по сути дела, это же самое написано здесь. Значит, ну, могу так не будем тратить на это время, но просто расскажу путь в путь, так сказать. Значит, на самом деле, ничего не доказывая, нетрудно получить эту формулу для частного случая, когда все окатое независимы. я это просто представляю вот в таком виде отрицание и пользуюсь правилом Деморгана акатое отрицание. Вот, от единицы до Н. Если акатое независимы, то и отрицание независимы. Я об этом упоминал и говорил, что это задача и задание. Вот. Ну, если это так, то это единица минус произведения вот таких скобок. Единица минус пкатая К от единицы до Н. Ну, если вы теперь посмотрите структуру этих слагаемых в этом произведении, если их открыть, ну, единица сократится, ну, и тут пойдут дальше произведения всевозможных пкатых, и знак будет зависеть зависеть от того, сколько из каких скобок в качестве множителя или взяты пкатые из скольких единицы. Вот. Если, так сказать, потратить еще одну минуту, то вы получите вот эту формулу с учетом того, что для независимых событий вот эта вероятность равна произведению вероятности. Вот. Это нам так, чтобы быть уверенным, что мы на правильном пути. А так вообще доказательства проведем по индукции. Возьмем n равное 2. Тогда мы получим p, там, a1 плюс a2 равно. Давайте по формуле смотреть. k принимает значение 1 и 2. При k равном единице минус единице во второй, то есть со знаком плюс, а здесь будут всевозможные вероятности единичных событий. То есть тут один сомножитель. То есть это понятные нам p, a1 плюс p, a2. И второе значение, которое мы можем принимать, k это 2, тогда появляется знак минус. Ну, а пар здесь упорядоченных только одна. p, a1, a2. И мы получили знакомую нам формулу для n равного 2. п, a1, a2. П, a1, a2. И мы получили доказательства по индукции, как я и сказал. П объединение АКТ К от единицы до Н это П объединение АКТ К от единицы до Н-1 и объединение с АН. Вот эти два множества по предположению индукции это ПАН плюс П объединение АКТ К от единицы до Н-1 и минус ПАН на пересечение АКТ К от единицы до Н-1. Равно. Ну вот это мы по предположению индукции для Н-1 раскроем и я сразу вычлению первый член с К равным единице. У меня получится П от АН. Первый член вот в этой формуле примененный вот к этому множеству будет сумма ПАКТ К от единицы до Н-1. То есть как это мы на правильном пути по-видимому. Плюс сумма К от 2 до Н-1 ПАИ1 так далее АИК и 1 меньше так далее меньше ИК, которое меньше или равно теперь Н-1 и больше равно единице. И минус. Минус. Ну, опять же АН внесу под знак суммы. Получу объединение событий типа АКТ АН для разных К. И применю их Н-1 штука. И опять могу воспользоваться индукцией. Минус сумма К от единицы до Н-1. Минус единица К плюс 1 сумма. АИ1, АИК, АН-1. То есть структура этих множеств такова, что всегда будет АН-1 у них. Ну, а индексы пока как обычно. Вот. Теперь давайте посмотрим, что тут получилось такое. Значит, вот сумма, ну, всех АКТ их от единицы до Н. Вот соответствующими знаками в соответствии с этой формулой всевозможные вероятности всевозможных пересечений. Всевозможных, но не совсем. Здесь есть пересечения по 2, по 3 и так далее до Н-1. Но здесь есть ни одного пересечения, где содержится АН. АН здесь нет. То есть вот из этого всего множества наборов индексов индексы выбраны так, что там нет Н. А могут принимать значения только от единицы до Н-1. Вот. Значит. Ну, а вот последний член, я его, позвольте, просто выпишу отдельно, чуть-чуть преобразую, и нам все будет понятно. Вот этот вот, который равно, я вот сюда равно. Сейчас я только этот член рассматриваю, не все выражение. Значит, перепишу его так. К от 2 до Н. Минус единица в степени К плюс 1. Вероятность А и 1, А и К. Сумма. А, значит, индексы, набор индексов выглядит так. Так, и 1 по-прежнему больше или равен единице. А вот и КТ в точности равно Н. Ни у кого не вызывает сомнений. Вот что здесь такое? Здесь тоже всевозможные наборы, но в каждом из них обязательно содержится АН. Это максимальный номер, поэтому вот тот и КТ, который фигурилует в формуле, он здесь в точности равен Н. Согласны? Это почти вся формула, мы все собрали. Вот по одному, вот всевозможные пары, тройки и так далее, которые не содержат АН, вот пары, тройки и так далее, которые Н содержат. Осталось понять со знаком. Ну, поскольку знак чередующийся, надо для конкретного взять К равно 2. По этой формуле мы видим, что у пары должен быть знак минус. Вот, значит, К равно 2 минус 1 в третье, это знак минус, ну, а это все положительное. То есть, это правильное выражение, и тогда я перепишу всю формулу в таком виде. Значит, сумма ПАК от их, К от единицы до Н, плюс вот этот член, который содержит пары, тройки и так далее, до Н минус 1. А вот этот член я запишу плюс. Вот здесь как бы вот обращаю внимание. Я пояснил, почему я плюс меняю на минус. Плюс минус единица К плюс 1. К также от 2 до Н теперь. И сумма П и 1 А и К. Ну, в общем, и КТ здесь в точности равно Н. А так все по-прежнему. Вот. Ну и все, мы собрали всю вот эту формулу. Это она. По одному, по двойкам, тройкам и так далее, не содержащим множество Н, двойки, тройки, содержащие множество Н. Все. Вот. Значит, это формула включения-исключений. Ну, просто, так сказать, для наподумать, она превращается в комбинаторную формулу включения-исключений, если вы рассмотрите классическое определение вероятности. То есть возьмете конечное множество равновозможных исходов. Если так, то это просто превратится в классическую формулу включения-исключений из комбинаторики. Вот. Ну и два слова про круг задач с этим связанных. У вас в задании тоже есть задача про шляпы. В гардероб сдают шляпы, потом случайным образом получают. Найти вероятность того, что хотя бы один получит свою шляпу. Значит, в разных терминах шляпы выбирают, невест выбирают. Формулировок много. Но суть их сводится к следующему. Мы вводим вероятностную меру на элементах группы перестановок из Н-элементов. Сколько элементов содержит группа перестановок из Н-элементов? Н-факториал. Совершенно справедливо. Н-факториал. Вот. Значит, и приписываем каждой перестановке вероятность каждой перестановки каждого элемента равна единице на Н-факториал. Еще раз повторю, это задача и задание. Вы ее решите. Но я хочу обратить внимание, что получается вот такой любопытный результат. Вероятность того, что в случайно выбранной перестановке хотя бы один элемент останется на своем месте в перестановке из Н-элементов. Вот оказывается, что вот этой величины есть предел. И он равен вот такой красивой, можно сказать, величине. Единица минус единица на Е. Это примерно одна треть. Это примерно две трети. Это примерно две трети. Ну и тогда асимптотические количество перестановок из Н-элементов, у которых хотя бы один элемент на своем месте, это Н-факториал на эту величину. Вот такой комбинаторный факт следует из теории вероятности. Ну понятно, что это вследствие того, что формула включения и исключения вероятностная. Это обобщение комбинаторной формулы включения и исключения. Да, умножить на единицу минус е минус первый. Смотрите, вот вещь простая, но именно полезная в этом классе задач. Вероятность того, что случайно выбранная перестановка будет содержать хотя бы один элемент на своем месте, равна вот такой величине. Но в классической схеме что такое вероятность? Это отношение числа благоприятных исходов к общему числу. Поэтому, чтобы посчитать общее число в исходном пространстве, нужно умножить на количество элементов. Вопрос, кстати, не праздный, потому что между комбинаторикой и теорией вероятности есть, честно говоря, такие заметные и красивые пересечения. Так, ну тогда с этим все, двигаемся дальше. Так, формулу пока оставлю, чтобы глаз привык. Так. 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 Сейчас у нас довольно длинная тема, но очень важная, связанная. Начнем издалека. Значит, вам наверняка знакома такая теоретика множественная операция, да? Знакома, да? По определению это А, не Б, плюс не А, Б. По определению. Несколько очевидных свойств. Очевидных совершенно. Значит, А, симметрическая разность с А. Чему равна? Я спрашиваю, чтобы понять, действительно очевидно. Пустого множества. Совершенно верно. Значит, второе очевидное свойство. Симметрическая разность А, Б равна Б, симметрическая разность А из определения. И третье свойство, напрямую следующее из определения. А, симметрическая разность Б, равно не А, симметрическая разность не Б. Вот. И еще одно свойство, которое не сходу очевидно, но тем не менее простое. Я вот его здесь напишу. Значит, объединение неких А катых, кат единицы до Н, симметрическая разность объединения В катых, кат единицы до Н, до Н. Влечет вот такое событие. Объединение симметрических разностей А катая, В катая, кат единицы до Н. Я вот здесь напишу. В том числе Н равно бесконечности. Для счетных систем тоже это включение имеет место. Вот. Ну, давайте просто пару слов скажем, как говорится. Потому что, ну, так сходу не очевидно. Наверное. Значит, ну, предположим, что некая омега принадлежит вот этому множеству. Нам надо доказать элементарный исход, что он принадлежит и этому. Если элементарный исход принадлежит этому множеству, значит, например, омега принадлежит объединению А катых. Тут не буду писать индекс, вы увидите, что неважно, конечно, он или счетный. И омега не принадлежит... Так, наверное, да? Вам привычно. Омега не принадлежит определению В катых. Тогда эта омега принадлежит их симметрической разности. Вот. Значит, если омега принадлежит некому А катому, это значит, что существует некий выделитый номер Жи, такой, что омега принадлежит А житому. Но для этого же самого Жи омега не принадлежит В житому. Понятно почему. Потому что омега не принадлежит объединению, значит, никакому не принадлежит, в том числе и житому. Ну, а, собственно, отсюда и следует, что омега принадлежит А житая симметрическая разность, В житая. Если А с В поменять местами, то будет вторая, так сказать, часть, ну, все то же самое. Вот. Вот такое свойство. Имеем в виду, оно нам понадобится. Вот. Но есть, правда, еще одно свойство, не относящееся к теме, но интересное. Значит, нетрудно показать, что множество из сигма-алгебры вот с этой операцией образует коммутативную группу. То есть обратный элемент есть нулевой, то есть такая полноценная группа. Вот. Ну, это нам не понадобится. Это, к слову. Так. Значит, симметрической разностью это все, что нам нужно про нее вспомнить. Пошли дальше. Ну, давайте считать, что нам пришло в голову почему-то ввести вот такую функцию двух аргументов. Что мы про эту функцию знаем-то? Я просто уточнить как-то. Может, вы знаете, что я буду рассказывать? Значит, нет, не знаете, поэтому расскажу. Значит, давайте посмотрим, что мы про эту функцию знаем. Ну, во-первых, она больше равна нулю, больше равна нуля. Первое свойство, которое мы про нее можем сказать. Второе, ну там нулевое пусть будет. Второе свойство. Ро АА, которое равна вероятность пустого множества, равна нулю. Ро ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Ну и что это за функция тогда? Метрика или почти метрика? Да, надо чтобы еще, если ρAB равно нулю, то A равно B. Здесь-то свойство не выполнено, но нас это не сильно смущает, потому что мы можем ввести эту функцию не на множествах, а на классах эквивалентности, куда мы включим все множества, удовлетворяющие условия, ну типа ρAB равно нулю. Вот мы все такие множества соберем, это получатся классы эквивалентности, они будут не пересекаться. Операции над классами, это операции над любыми представителями, и мы получаем классическую метрику. Это для частоты эксперимента. То есть понимаем, что если уж нам сильно надо, то мы можем как бы и метрику из этого сделать. Ну а так это квазиметрика, субметрика, как-нибудь вот так ее можно называть. Вот, значит, давайте это свойство 3. Ну слово докажем сильно сказано, обоснуем. РоAB по определению это вероятность А, не Б, плюс А, Б, пусть плюс не А, Б. Вот эти множества несовместные, поэтому эта вероятность равна П, А, не Б. И еще домножим на омега в виде С плюс не С. Коллеги, вас что веселит? У вас как-то там, то есть это не лекция смешная, вы что-то свое там обсуждаете? Ага, так. Вот так, плюс, плюс П, не А, Б. И тоже домножена омега, которую я запишу в виде С плюс не С для произвольного элемента из сигма-алгебры. Вот. Эти опять получились, не пересекаясь, поэтому можно еще поставить знак равно. П, А, не Б, С, плюс П, А, не Б, не С. Перейду на эту доску, потом сотру здесь. Или вот на эту давайте перейду. Плюс. 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 П, не А, Б, С, не А, Б, С, плюс П, не А, Б, не С. Теперь ставлю меньше или равно. И начинаю делать следующие действия. Вот прям как они записаны в таком порядке. Меньше или равно. Но вот здесь пишу вероятность П, не Б, С. Правильно, да? Эта же вероятность больше, поскольку вот это множество влечет множество не Б, С. Вместо этого пишу А, не С. Вместо вот этого пишу, знак меньше или равно, помним, не А, С. А вместо вот этого пишу, как, наверное, вы уже догадались, Б, не С. Вот это РО, А, С. Вот это РО, Б, С. И мы с вами доказали вот это свойство, которое, как мы знаем, называется неравенство треугольника. Это просто хорошо или очень хорошо? Это очень хорошо. Почему? Потому что весь аппарат метрических пространств мы теперь можем взять и применять. В том числе и понятия, которые мы вводим в метрическом пространстве. Открытое множество, замыкание, окрестность, расстояние и так далее. Все это теперь мы можем делать с множествами сигма-алгебры. И это, конечно, приведет просто к рогу изобилия этих результатов. Некоторые из них мы сегодня с вами получим. Так, это звонок был, да? Или не было? Не было звонка. Значит, но вы знаете, на этом не заканчивается. У этой квазиметрики есть еще специфичные свойства, которые нам тоже будут очень полезны. Ро АБЦД меньше или равно Ро АЦ плюс Ро БД. Ну вот после того, как вы отдохнете, у этого свойства нет специального названия, поэтому я позволю ввести свое, я буду это называть супернеравенством треугольника. Это супернеравенство треугольника. Ну, отдыхайте, потом продолжим. Так, ну давайте приступаем. Значит, супернеравенство треугольника. Пока просто по определению. Пользуюсь конечной детинностью. Вот к этому отрицанию правила Деморгана применяю. Как и к этому. Так, ну здесь небольшая проблемка. Уже вот эти множества АБ не С и АБ не Д не обязательно не совместны, поэтому не могу воспользоваться аддитивностью. Но зато у нас есть полуаддитивность. Мы тут сразу поставим меньше или равно. и напишем ПАБ не С плюс ПАБ не Д плюс ПЦД не А плюс ПЦД не Б меньше или равно. Ну и тот же прием применяю. Вот сейчас под каждым напишу напишу меньше чего он. это меньше ПАБ не С. вот это вероятность. вот это вероятность меньше ПАБ не С не А и вот эта вероятность меньше Д не Б. Ну и собственно та же картина. Ну и собственно та же картина, только теперь вот так. вот это РОАЦ, а вот это РОАЦ, а вот это РОБД. что завершает доказательство. что завершает доказательство. Ну и тоже пару строк посвятим этому. РОАЦ Так, ну пишем очевидные равенства из алгебры множеств для любых А и Б. А представима в виде А, Б плюс А не Б. И Б представима в виде А, Б плюс Б не А. Множество несовместные в каждом из этих равенств. Поэтому П от А есть ПАБ плюс ПА не Б и ПБ есть ПАБ плюс ПБ не А. Поэтому, например, ПА минус П от Б равно ПА не Б минус ПБ не А. Ну и естественно это меньше или равно, если здесь минус заменить на плюс, а если это сделают, это получится РОАБ. И совершенно аналогично, если из ПБ вычесть ПА, то получится то же самое. Значит, только со знаком эти поменяются местами, но тем не менее все равно меньше суммы и все равно РОАБ. Ну вот, Х меньше Эпсилон, минус Х меньше Эпсилон, Х по модулю меньше Эпсилон. Вот такое свойство, которое нам будет нужно. Так, вроде мы получили все, что нам нужно. А, ну еще одно свойство очевидное, ну просто напишу, мы им будем пользоваться. РОАБ равно РО ни А, ни Б. Ну, ровно потому, что А симметрическая разность Б равна не А симметрическая разность не Б по определению. Вот. Ну что, давайте двинемся дальше. Сейчас будет интересно. Так, значит, вероятностное пространство есть у нас. Тут его, так сказать, напишу. И есть некая алгебра, которая, так сказать, является подмножеством сигма-алгебры. Другой набор множеств, который является алгеброй. Из сигма-алгебры. Давайте построим специальным образом, специальное множество. Обозначим его, какая-нибудь такая Б. Что это за множество? Туда входят элементы тоже сигма-алгебры из этой же. Ну вот какие. Существует последовательность АН-ая, принадлежащая алгебре, такая, что РОАН-ая Б стремится к нулю. При Н стремясь к бесконечности. В терминных метрических пространствах мы что сделали сейчас? Полное. Что полное? Мы построили замыкание алгебры. Мы замкнули. Вот это же предельная точка, вот это же определение предельной точки множества, да? Это предельная точка множества. Когда множество принадлежат себе предельные точки, оно получается замкнутым. То есть мы построили замыкание алгебры в терминных метрических пространствах. Что это будет значить с точки зрения нашей теории? Оказывается, Б это сигма-алгебра. Мы сейчас это докажем. Ну просто прошу вас обратить внимание, так сказать, на красоту, да? Когда вы замыкаете с помощью вот такой метрики, квазиметрики алгебру, то вы получаете сигма-алгебру. То есть сигма-алгебра это замыкание алгебры. Вот такой, в общем, красивый с моей точки зрения результат. Или формулировка красивая. Ну давайте с этим разберемся. Что первонаперво можно сказать? Ну можно сказать, что А принадлежит этому множеству. Поскольку каждый элемент из алгебры является сам для себя аппроксимирующим, да? Обозначает саму к себе сходящуюся последовательность. Что отсюда следует автоматически? Отсюда следует, что омега принадлежит вот этому множеству, Б. И если Б принадлежит вот этому множеству, фигурное Б, то отсюда следует, что существует последовательность АН такая, что вот это стремится к нулю. Но последовательность это равна РО, не АН, не БН, свойство 6. Ну и стремится к нулю, поскольку, собственно, вот это стремится к нулю. Что мы получаем отсюда? Произнесите, что мы получили. Не Б тоже принадлежит этому же множеству, потому что для него мы явно указали аппроксимирующего последовательности. То есть, если Б принадлежит вот этому множеству, то отсюда следует, что и не Б тоже принадлежит этому же множеству. До сигма алгебры остался один шаг. Какой? Нужно показать, что счетное объединение принадлежит этому множеству. Шаг один, но потребует некой возни, собственно. Ну, все предыдущее, так сказать, тривиально. Потому что это алгебра, значит, омега ей принадлежит. Вот тут вот давайте я напишу, это, ну, существенно, что это алгебра. То есть, это не произвольное множество, а это алгебра. Значит, придется немножко повозиться, но возня стоит свеч, так сказать. Итак, пусть у нас есть некая счетная последовательность БН, которая принадлежит вот этому Б. Это означает, что для любого К существует некая последовательность АН. Вот тут еще индекс К добавлю. Такая, что РОАНКБК стремится к нулю, когда Н стремится к бесконечности. Для любого К такая последовательность существует. Это означает, что для любого К существует такой номер Н с волной, такой, что РОАН с волной КТ, БКТ, будет меньше, ну, здесь уже специально подобранного числа, эпсилон пополам умножить на единицу делить на 2 в степени К. Стремится к нулю, значит, для любого К и меньше вот такой величины когда-то станет. И просто теперь по определению, это не по определению, а переобозначим, чтобы не таскать сложные индексы, АН с волной от К обозначим, как АК с волной. Это просто обозначение. То есть мы некую такую построили новую последовательность. Теперь давайте введем несколько, еще несколько обозначений. БН-ное это объединение БКТ их К равну от единицы до Н. И отдельно введем множество, когда счетное. То есть вот это БН-ное, когда конечное объединение, а вот это счетное. Вот, значит, что мы можем сказать про БН-ное и Б. Они все из нашего вероятностного пространства исходного. БН-ное это расширяющееся множество. И поэтому ПБН-ное стремится к П от Б. Это Б, да, от одного. А что смущает? А, прошу прощения. Да, извините, да. Глаз замылился до бесконечности, конечно. Вот, значит, система расширяющихся множеств, это их счетное объединение. Тогда по свойствам неправильности вероятностей имеет место вот такая штука. Пока просто это запомним. И введем еще одну букву дополнительную. АН-ное это объединение АКТ их с волной в количестве Н штук. Сигма-аддитивностью чего? Пользовались, конечно, но это же сделано во внешнем пространстве. Я же не говорю, что отсюда следует, что Б принадлежит этому множеству. Но у нас же элементы БН-ное, они принадлежат именно Б. Они, да. Но вот это не обязательно пока принадлежит. Но такая сходимость имеет место. Нет, нет, ну подождите, давайте. БКТ принадлежат вероятностному пространству. Для любых БКТ, в том числе и каких-то вот таких вот. Мы строим вот такое множество. Имеем право? И такое имеем право. Это множество в исходном вероятностном пространстве. Вот в этом. Я не говорю, что оно принадлежит Б. Это как раз надо доказать. Вот. И введем вот такую еще букву АН-ное. Ну а теперь давайте рассмотрим РО БАН-ное. Ну, наверное, догадываетесь, куда я клоню. Я покажу, что это РО стремится к нулю. И это значит, что АН-ное, которое принадлежит алгебре, да? Это все элементы из алгебры. АН-ное, которое принадлежит алгебре, является аппроксимирующей последовательностью для вот этого Б. Что и завершит доказательство. Сначала неравенство треугольника. Сначала неравенство треугольника. Так. Ну и теперь с каждым как бы членом по отдельности. Так. Не хотелось бы пока ничего стирать. Вот на эту доску я перейду, с вашего позволения. Просто по отдельности рассмотрим. Давайте начнем со второго. РО АН-ное, БН-ное. Это по определению. Объединение А катых с волной К от единицы до Н. Симметрическая разность. Объединение Б катых К от единицы до Н. Смотрим на свойства номер. Смотрим на свойства стерли. Ну, значит, свойство стало в том, что вот это множество влечет вот так. Меньше или равно объединение К от единицы до Н. А катая с волной Б катая. Ой, да-да-да. Б катая. Это меньше или равно. Смотрим вот сюда. Вот сюда. Это меньше или равно. Эпсилон пополам. Сумма единицы делить на 2К. К от единицы до Н. То есть при любом Н и наперед выбранном, за заразание выбранном Эпсилон, мы эту величину можем сделать, ну, сколь угодно малой. При любом Н. Ну, теперь давайте второй член. Ро БНБ. ББН. Это по определению вероятность. Сразу распишу вот так. ББН отрицание. Плюс Б отрицание БН. Так. Одно из этих множеств пустое. Какое? Первое, второе? Второе. Мы уже это, так сказать, проходили сегодня. Пользовались этим свойством. Множеству Б принадлежит. Все, что принадлежит. Множеству БН ему принадлежит Б. А тут то, что не принадлежит. Вот. Значит, значит, вот это пустое множество. Поэтому это вероятность Б, БН отрицание. Тоже прием, который сегодня использовали. Единица минус вероятность дополнения. То есть вероятность БН плюс не Б. Только что-то, кстати, установили, что они несовместные. Раскрываем скобки и получаем, что это равно. П от Б минус ПБН. А это разность. К чему стремится? Вот. Таким образом, вот это Ро стремится к нулю. АН принадлежит алгебре. И, значит, система множества АН представляет из себя аппоксимирующую последовательность для множества Б большого. То есть Б большое тоже принадлежит. Значит, формулировка очень простая. И, собственно, мы ее только что доказали. Значит, для любого элемента А из минимальной сигма-алгебры относительно алгебры А существует аппроксимирующая последовательность такая, что Ро ААН стремится к нулю при Н стремящемся к бесконечности. Это первое утверждение. И второе. Ну, можно включать в теорему, можно как бы следствие. Если взглянуть вот на эту штуку, на свойства 5, то ПАН сходится к П от А. Сходится П от А. Вот такую мы с вами доказали теорему. Известна ли вам теорема Каро-Теодория? Значит, в вероятностных терминах можно сказать так. Как ее сформулировать? Что если у вас определена сигма-аддитивная мера на алгебре, то вы единственным способом можете продлить ее на сигма-алгебру. Правильно? Что? Про единственную сферку. Ага. Ну, она может быть продлена единственным образом. Ну, смотрите. На самом деле мы почти эту теорему, ну, или доказали, или понимаем, как доказывать. Вероятность на сигма-алгебру мы продолжаем вот таким образом. Строим аппроксимирующую последовательность, берем пределы, говорим, что вот это множество имеет вот такую вероятность. Предел ПАН. С единственностью тут тоже как бы несложно можно показать. А вот с сигма-аддитивностью немножко там, ну, надо бы повозиться, если бы мы доказывали эту теорему. Но я просто обращу внимание, что вот здесь как раз нам и помогает аксиома непрерывности вероятности. Потому что мы доказываем аддитивность вот этой новой меры, продолженной, и доказываем наличие свойства непрерывности. И таким образом приходим к счетной аддитивности. То есть, так, не напрямую, конечно, но как способ доказательства мы, можно сказать, половину теорему Каратеодори доказали. По крайней мере, как продлить, мы конструктивно описали. Не в принципе можно продлить, а вот так вот можно продлить. И никак иначе, кстати. Вот, есть ли при сохранении свойства счетной аддитивности. Вот, значит, теорема об аппроксимации. Вот такой достаточно фундаментальный результат, но получен нами, ну, мне кажется, таким довольно, так сказать, несложным способом. Что теперь дальше из этого следует? Давайте рассмотрим две алгебры, А и Б, которые, я не припоминаю, я вводил понятие независимых алгебр, нет? Значит, это такие алгебры, что для любого А из А и для любого Б из Б ПАБ равно ПА умножить на ПБ. То есть любые множества из этих алгебр независимы. Поэтому можно эти алгебры называть алгебрами с независимыми множествами или событиями, алгебры независимых событий, а можно просто говорить независимые, так сокращенно, независимые алгебры. Вот. Итак, пусть у нас есть две независимых алгебры. Просто алгебры? Просто алгебры? Или сигма? Нет, алгебры. Алгебры. Вот. Так вот, если у нас есть две независимых алгебры, то оказывается, что для любого А уже из сигма алгебры и для любого Б большого из минимальной сигма алгебры ПА уже большое, Б большое, равно ПА умножить на ПБ. Элементы сигма алгебры тоже оказываются независимыми. Если стремиться к поэтическим формулировкам, то можно сказать, что мы продлили свойства независимости по непрерывности. С алгебры на сигма алгебру. Если есть независимые алгебры, то и соответствующие минимальные сигма алгебры тоже независимы вот в этом смысле. При наличии нашего всего аппарата, теперь это тривиальная задача. Значит, доказательства. Две аппроксимирующих последовательности. Одна из алгебры А, вторая из алгебры Б. Это понятие, которое мы вводили на прошлой лекции. Это не сигма, а вот значок ваш, вот этот, вот принадлежности. А, так, ну слушайте, я, честно говоря, как-то к этому отношусь спокойно, поскольку из контекста всегда понятно. Но вы правы, если строго, то надо так поставить, да. Вот, ну тогда уж и здесь так. Значит, есть две аппроксимирующие последовательности, которые, ну, соответственно, аппроксимируют А большое и Б большое. Ну и рассматриваем просто вот такую разницу ПАВ минус ПА на ПБ по модулю, естественно. Ну и давайте внутри этого модуля добавим ПАН-е БН-е и вычтем ПАН-е умножить на ПБН-е. Это одно и то же, поскольку алгебры у нас независимы. Меньше ли равно? ПАВ минус ПАН-е БН плюс ПА на ПБ минус ПАН на ПБН. Так, по теореме аппроксимации вот это сходится к ПА, вот это сходится к ПА, вот это сходится к ПА от Б большое, значит, вот эта скобка с ростом Н становится сколь угодно малой, осталось вот это. А эту скобку, отдельно скобку, не все неравенство. Отдельно скобка, вот так я напишу, меньше или равна. Сначала по свойству 5, это меньше, чем РО АБАН-е БН-е, а потом по свойству, по неравенству супертреугольника, это меньше или равно, чем РО ААН-е плюс РО ББН-е, которые все стремятся к нулю, поскольку это аппроксимирующие последовательности. Вот и все. Вот так вот. А можете вот немного объяснить, а вот функция меры, вот наша П, она из какого семейства множества действует? Вот у нас были независимые ауфеты А и П. Да. Вот, и они, получается, для них были свои вероятностные меры? Нет, не так. Значит, есть исходное вероятностное пространство А принадлежит ТЭФ и Б принадлежит ТЭФ. Они в одном вероятностном пространстве. Да. Ну, просто это, кстати, такая... При практическом использовании теории вероятностей часто встречаются такие погрешности или даже ошибки. Вы неожиданно для себя там, ну, как бы, вводите разные, по сути, пространства, начинаете в разных вероятностных пространствах работать и потом удивляетесь, как бы, результату. То есть всегда все рассматривается в одном вероятностном пространстве. Оно может быть прямое произведение каких-то, но, тем не менее, постановка задачи изначально в одном вероятностном пространстве. Вот. Ну, тогда больше нет вопросов, да? А А, Н и Б, это какие-то события, какие-то вопросы? Это аппроксимирующие последовательности. Но они состоят из событий. Они из алгебры. А алгебры, фактически, они содержат события. Да, конечно. Немножко странно слышать вопрос. А все предыдущее-то вы как бы поняли? Да. Ну, ладно. Так, значит, дальше. Ну, давайте я тогда следующий результат. Следующий результат. Вот здесь напишу. Собственно, обобщение. Оно так-то технически несложное, но кое-какие важные такие понятийные вещи там следует. Давайте обобщим вот это наше свойство продолжения отношения непрерывности с алгебры на сигма-алгебру следующим образом. Значит, пусть у нас есть набор алгебр, ажитое, и некие элементы ажитое, которые им принадлежат. Ижи принимает конечное число значений от единицы ДН большого. Ну, не пишу, но подразумеваю, что у нас есть общее пространство, куда погружены все эти алгебры. Вот, значит, и про эти алгебры вот известно вот такое свойство. П, там, А1, так далее, АН большое равно ПА1 умножить на ПАН большое. Как бы независимость не двух, а N штук алгебр. В том же смысле. Повторяю, значит, значит, еще раз повторяю. Значит, алгебрами с независимыми событиями А и Б называются такие, что для любого А из алгебры А и для любого Б из алгебры Б они независимы. А сокращенно мы это называем независимыми алгебрами. Вот, значит, вот имеет вот такое свойство независимости. Так мы его определяем. И тогда, как бы, утверждение теоремы, что для любых уже событий из сигма алгебры А большой от G, принадлежащие сигма минимальная от А G, имеет смест аналогичное свойство. Вот, значит, ну, доказательства здесь, в общем, ничего хитрого. Точно так же расписываем ПА1, так далее, АН минус ПА1 умножить на ПАН по модулю. Прибавляем, вычитаем, ну, сейчас напишу, надеюсь, вы поймете, что я имею в виду. Меньше или равно вероятности А1, АН большое, минус вероятность А малая Н с индексом в скобочках 1, А малая Н в скобочках Н большое. Вот это аппроксимирующие последовательности к соответствующим алгебрам. Вот, плюс ПА1 умножить на ПАН минус ПАН1 умножить и так далее ПАН от Н. Ну, тут, к сожалению, как это, дольше писать, как бы, по сути, все просто. Ну, смотрите, значит, вот эти все стремятся к соответствующим ПА большое, потому что это аппроксимирующие последовательности. Значит, вот эта скобочка может быть с ростом индекса Н малая при конечном Н большое сделана сколько угодно маленькой. А дальше так, меньше или равно, начну. Вот эту беру штуку и пользуюсь свойством сначала 5. Да, сначала свойством 5. Меньше или равно РО, опять же, А1 так далее, АН большое. Второй аргумент А малая, Н1 так далее, А малая Н с индексом Н большое. И плюс вот этот член. К этому РО применяю неравенство супертреугольника, то есть это меньше или равно, чем РО А1 на А малое Н на 1 плюс РО от того, что осталось. И так далее по индукции, как бы, получаю некое конечное выражение ввиду конечности Н большого. И там оно стремится к нулю. Но у нас следующей лекции не будет, поскольку выходной. Оставлю вам это в качестве домашнего задания. Довести, так сказать, до конца. Более важно вот что, что нужно сказать. Вот обратите внимание, я употребил здесь термин независимый там алгебра, да. И описал это вот таким способом. На самом деле мы, когда говорили о независимости событий, мы говорили о попарной независимости, то есть события АВ независимых. А когда их становится больше, мы говорили о независимости в совокупности. Здесь я такое слово не произношу, обратите внимание. Я беру просто максимальное, ну, как бы, из каждой алгебры по элементу и пишу, что имеет место такое равенство. Это какое-то новое понятие? Или на самом деле это определение независимости лежит в определении независимости совокупности? Вот это важный момент. Совершенно справедливо. Мы же здесь, когда мы говорим о системе событий, они у нас фиксированы. Вот мы именно про эти события должны что-то сказать про независимость. А здесь у нас это свойство постулируется для произвольных элементов алгебры. В частности, мы некоторые можем взять омега. И тогда здесь мы можем получить любую систему под индексов. И здесь P от омега единицы получим произведение событий с соответствующим набором под индексов. Таким образом, когда мы говорим о независимых алгебрах, мы потом будем, когда будем вводить случайные величины, будем говорить о барелевских сигма-алгебрах. Когда мы говорим о независимых алгебрах, не надо требования, чтобы любое подмножество индексов. Достаточно, чтобы алгебры были независимы вот в таком смысле. И тогда любое подмножество тоже будет независимо. Именно потому, что это более широкое понятие, это элемент алгебры любой, в том числе и омега. Так, ну я так понимаю, все, да? Все, коллеги, тогда давайте отдыхаем. Спасибо. Теперь мы с вами через неделю встречаемся, к сожалению. Ну, тем не менее, так выпал у нас семестр.